Здравствуйте, уважаемые зрители! Еще раз снова я для обзора второй партии финального матча между Хикару Накамурой и Ливоном Ароняном. Быстро все завершилось, не буду спойлерить результат, как вы просите. Давайте обсудим, что же происходило в партии, где белыми фигурами действовал Ливон Аронян. Итак, Е2, Е4. Ливон открыл партию ходом королевской пешки и была разыграна, в отличие от первой партии, была разыграна в этот раз итальянская партия. Проматываю ходы первые в ускоренном темпе, потому что иначе можно очень долго о них говорить. Д6 сыграли черные, С3, А6, А4, слон, А7. И здесь последовал ход коня А3. Обсуждали мы эти итальянские таби с Евгением Томашевским в прямом эфире. Рассказывал он о том, как много всего интересного может произойти вот в этой, одной из центральных позиций итальянской партии. Но здесь, в этой партии, конь белых пошел несколько по иному маршруту. Отправился не через Д2 на Ф1 и далее Е3 или Ж3, а через А3, конь А3. И Накамура тоже ответил маневром коня быстрым на Ж6. Перевели стороны коней, куда хотели. Разменяли белые слонов. Конь с Б1 внезапно, казалось бы, но переместился на Е3. То есть структура осталась гибкой, не испорченная. 0-0, опять захватили пространство белые. И здесь черные сыграли С6. Вообще Накамура в этой партии очень быстро, очень часто двигал пешку С. И каждый этот ход у меня вызывал такое несколько недоумение. Потому что каждый пешечный ход, он ослабляет комплекс полей. И, как мы знаем, вернуть его нельзя. И тревожно становилось раз за разом С6. Здесь сыграли черные. Вроде бы где-то готовят Д5 с другой стороны. Но черные поля, тем не менее, ослабляются. Слон Б3, А6, слон С2, ладья Е8, ладья Е1. Один из критических моментов в партии. Белые перевели своего слона на С2. Поставили ладью на Е1. Все с тем, чтобы укрепить пешку Е4 и подготовить прорыв Д4. И буквально на любой ход черных здесь они готовы уже двинуть вперед ферзевую пешку. Однако, однако ход черных, и у них здесь была возможность в свою очередь сыграть Д5. И этот ход выглядел очень идейно. И много мы рассуждали по поводу такой вот позиции, которая могла бы создаться. Приходили вместе с Евгением Томашевским к мнению, что она была бы примерно равна. Однако, продумав 30 минут, больше чем 30 минут над своим 15-м ходом, Хикару Накамура сыграл ферзь С7. Решил повременить с продвижением Д5. Но проблема, как я уже отметила, в том, что черные не сыграли Д5, белые пошли Д4. Белые прорвались в центре. И здесь уже черным Д5 сыграть не так просто будет. И вообще вряд ли это им удастся. К тому же Накамура сделал еще один ход пешкой С5, который уже всерьез ослабил белые поля на сей раз. И пешку на Д6. После ферзь Д2 последовал тоже достаточно неочевидный ход слон Ж4. Разменял таким образом слона на коня Накамура. Ливон, в свою очередь, очень быстро. Вообще стоит отметить быструю игру Ароняна в этой партии сыграл ферзь Д1. Где-то посматривает ферзь на коня Ж4. Но, что самое главное, смысл идеи хода ферзь Д1 открыть коню дорогу на С4. На Д2 и впоследствии на С4. Так как пункт С4, как отмечали мы во время эфира, является ключевым в этой позиции. Если представить белого коня, стоящим на С4, например, если черные дадут белым два темпа, чтобы перевести коня на С4 и укрепиться там, то позиция черных может стать безнадежной. В свою очередь, черным тоже важно бороться за пункт С4 путем конь Е5 и С4. В общем, вокруг этого поля все и ведется. Однако, Накамура продолжает смело действовать пешками, двигать пешки вперед, не считаясь тем, что эти ходы ведут к образованию слабостей. Б5 играет он. Ну, этот ход совсем показался комментатором сомнительным, потому что после АБ ферзь Б6, вот эта пешка, она навсегда слабость. Пешка на Д6 как была слабая, так и осталась. И здесь, внимание, еще один ключевой момент партии. Почему? Почему Аронян не защитил пешку Б2? Почему не сыграл ладья Б1, либо ладья А2, либо даже Б3? Ведь тогда черным пришлось бы, возможно, испытать, ну, достаточно неприятные моменты. Позиция достаточно приятная для белых. У черных много слабостей, и точно можно было бы ее поиграть и позадавать вопросы Накамури. Однако, однако последовало, тоже очень быстро последовал ход конь Д2. Белые предложили черным забрать на Б2. Посчитав варианты Накамура на этот ход, решился ферзь бьет Б2. И вновь после ферзь бьет Б2 очень быстро последовало конь С4, хотя мы разбирали и возможность сыграть слон Б3 очень интересную, и возможность пойти ладья С1. То есть попытку как-то окружить ферзя черных. Например, на ход слон Б3, если бы белые сыграли здесь слон Б3, конь под боем. И в случае конь 4 Е5 у белых появлялась возможность сыграть ладья Е3, затем ладья А2, ферзь в западне. Если после слон Б3 побить на С3, то после ферзь Ж4 теряется немного немало конь. В этом идея хода слон Б3. Но после слон Б3 позиция неясная. У черных есть возможность сыграть как С4, так и конь 6 Е5. Но это все могло бы привести к очень сложным вариантам. Например, Н3, конь Ф2, король Ф2, конь Д3, король Ж1. И вот как оценить эту позицию, совсем не ясно. Ладья Е3 пешки против двух фигур. Однако, Ливон играл конь Д2 не для того, чтобы вдаваться и переводить игру в какие-то осложнения. Он уверенно издалека видел вариант, который случился в партии, потому что если бы он хотел продолжать игру, гораздо проще на 22 ходу было защитить так или иначе пешку Б и затем попробовать воспользоваться слабостями в позиции черных. А после конь Д2 все свелось к форсажу. Ферзь Б2, конь С4 было сыграно. Ферзь С3, ход единственный, так как черный ферзь обязан держать под контролем ферзя. Он не может просто уйти, так как упадет конь на Ж4. То есть ферзь С3, ход единственный. Конь Б6, нападая на ладью. Ладья А, Б8 тоже ходить надо. Конь Д5, вновь напали на ферзя белые. Ферзю необходимо держать под контролем слона С2, ферзь Б2. Ну и тогда следует ладья Б1 и вот такой вот, вот такой вот вечный шах ферзю. Ничья, ничья во второй партии. Счет в матче 1-1. И завтра будет сыгран тайбрейк. Завтра будет сыгран тайбрейк, на котором, на котором мы как раз и узнаем, кто же станет победителем первого этапа турнира в гран-при. Кто получит заветные 13 очков, за которые идет борьба. И приз в размере 24 тысяч долларов. Ну, наверное, важнее всего вот эти 13 очков. И, соответственно, у кого повысятся шансы завоевать путевку в турнир претендентов 2022. На все эти вопросы ответы узнаем завтра. Также начало тайбрейка в 17.00 по московскому времени. Буду ждать вас в прямом эфире. Не болейте, играйте в шахматы. Скоро увидимся.